Мороз и солнце И сейчас мы хотели бы рассказать вам, как пройдут наши ближайшие полтора месяца. Наше путешествие начинается 5 февраля. Мы вылетаем из Санкт-Петербурга в столицу Индии – Дели. Здесь мы увидим храмовый комплекс Лакшмина Раян, президентский дворец и усыпальницу императора Хамайюна. Погуляв по столице, мы переезжаем в Агру, которая расположена примерно в 200 километрах к юго-востоку от Дели. Достопримечательности Агры признаны ЮНЕСКО мировым наследием. Мы посетим чудо света Тадж-Махал и еще несколько интересных мест, таких как месторождение Кришны, жемчужная мечеть и королевскую часть города. Вернувшись в Дели, мы летим в Бангалор – крупнейший научный центр Индии. Его еще называют Силиконовой долиной Индии, так как здесь сосредоточено много IT-компаний. Здесь мы долго не задержимся и переезжаем в Путапарте, 160 километров севернее Бангалора. Через два часа мы уже в ашраме Прошанти-Нилаян, где место наивысшего покоя. Это ашрам, который основал Пхагаван Шри Сатья Саибаба. В течение двух дней мы побываем на медитациях в ашраме, а также посетим музей всех религий, планетарий и знаменитое Дерево Желаний. После плодотворной духовной работы мы на джипах отправляемся на Гоа, штат Индии, известный своими пляжами и тусовками. И начнем мы с Палалема, который считается самым красивым пляжем Южного Гоа. В программе – тропическое солнце, купание в Индийском океане, свежие ананасы и кокосы. Затем мы переезжаем в город Хампи, который расположен посреди руин Виджаянагара. В Хампи находится множество памятников, некогда являвшихся частью древнего города. Мы обязательно расскажем вам, как там было красиво. И опять отдыхать, теперь на Северный Гоа. Парадайз Бич – это место, где обязательно нужно побывать. Сосновая роща рядом с пальмами, светлый песок, чистая и прозрачная вода. Недаром сюда съезжались хиппи со всего мира. Хорошо отдохнув, мы возвращаемся в Дели и сразу улетаем. Но не домой, а в соседнее королевство Непал, страну Гималаев. В столице Непала – Катманду мы посмотрим на буддийские ступы, побудем в Большом Буддийском монастыре и в особых местах силы. Затем съездим в соседний город Нагаркот, где встретим рассвет любое с снежными пиками Гималаев. А через неделю, наполненные впечатлениями и сувенирами, мы вернемся в Дели, где отпустим нашу любимую группу домой отдыхать от путешествий. А сами поедем на юг Индии, где у нас есть одно секретное дело. Мы летим в Кочин, один из самых главных портов Индии, где расположена одна из основных ее военно-морских баз. Оттуда мы едем в Варкалу, которая входит в число наиболее популярных курортов штата Керала. Этот штат также является важным центром паломничества, и это одна из причин, по которой мы едем сюда. Кроме отдыха, нам предстоит обучение, для того, чтобы представить по возвращению домой новую программу. Через две недели, отдохнувшие и наполненные, мы возвращаемся в Дели и 14 марта вылетаем домой в Санкт-Петербург. Вот такие у нас планы до середины марта. Вы можете также перенестись из зимы в лето и путешествовать вместе с нами. Смотрите регулярные выпуски о наших путешествиях на волшебном ТВ. В одном из наших следующих выпусков мы расскажем вам о наших планах на год и о том, зачем же мы едем в одно из самых главных мест паломничества на юге Индии.